Твердые, невкусные. В середине 60-х стартует новая секретная программа. В СССР приступают к созданию уникальной авиакосмической системы «Спираль». Руководитель грандиозного проекта – Лозин Лозинский. Но для советского народа такого конструктора не существует. А смысл заключается в том, что атмосфера Земли превращается из отрицательного фактора в процессе выведения в положительный. Где и кислород, атмосфера Земли используется в работе двигателей, что двигатели более экономичные. И принцип полета птицы, то есть крыло с высоким ордонемическим качеством, позволяет более экономично осуществлять полет в атмосфере примерно до 30 километров. В июле 1969 года американские астронавты высадились на Луне. США оказались первыми в гигантском соревновании интеллекта, техники и денег. Космос обходился все дороже. К нестандартным новым проектам относились настороженно. Летают привычные ракеты и достаточно. Работа по созданию авиационной космической системы «Спираль» были свернуты после одной единственной реплики министра обороны маршала Советского Союза Андрея Гречко. Фантазиями мы заниматься не будем. Чушь собачья – это было страшное любимое слово. Кусок дурака – это вообще было, так сказать, это самое. И негодование всегда сопровождалось любой враньё. Любое враньё выводило в приступ бешенства. И причём он замолкал, он не кричал, но товарищи тоже знают, что это в глазах железная воля, она просто выражается. Это произошло в 1971-м. Глебу Лозину Лозинскому было уже за 60. Для того, чтобы довести «Спираль» до ума, ему не хватило чуть-чуть. Чуть-чуть времени, чуть-чуть везения. Чуть-чуть больше умения договариваться с хозяевами высоких кабинетов. А ведь в 65-м всё начиналось совсем по-другому. Идея создания космического самолёта в то время витала в воздухе. Авиакосмическая система «Самолёт-разгонщик» и «Орбитальный самолёт» получает название «Спираль». Запуск орбитальной ступени должен был происходить на высоте свыше 20 километров. Скорость в 6 раз больше скорости звука. Приземляться «Спираль» должна была, как обычный самолёт. ЭПОС — экспериментальный пилотируемый орбитальный самолёт. Специалисты и сегодня отмечают изящество этого звёздного лайнера, конструкция которого была до мелочей продумана Лозиной Лозинским. Внешне орбитальный самолёт выглядел, как обычный истребитель. Это, собственно, и был истребитель, предназначенный для поражения целей в космосе. За глаза в КБ его называли «лапоть», за внешнее сходство с народной обувью. С самого раннего детства, когда я себя помню, всегда ощущение чего-то значительного, выходящего за рамки комнаты, семьи. Оно было всегда. Это подчёркивалось отношением его мамы к нему, бабушки моей. И более поздним уже и мама тоже начинала понимать, что этот человек не только ей принадлежит. И вот это ощущение, что где-то, а в силу закрытости работы, мы ничего не знали совершенно, ну я-то точно ничего не знала, то вот это ощущение чего-то грандиозного, это было всегда. С самого детства. Идеей эпоса загорелся даже Сергей Королёв. Главный конструктор, начинавший как планирист, предложил Лозину Лозинскому своё техническое решение. «Давай твой самолёт возьмёт на трос моя ракета. Так и взлетим». Эпосу удалось совершить несколько успешных испытательных полётов. В качестве разгонщика использовался бомбардировщик Ту-95. Одна из модификаций эпоса «Бор» даже запускалась на орбиту. Когда мы осуществили орбитальный полёт «Боря-4», это и таких было пусков четыре, Лии проводил эти пуски, и вопрос был, конечно, серьёзный. Торможение было над Лондоном, там льёвцам пригрозили, что, не дай бог, что на Тетчер упадёт. Ну, льёвцы справились с этой задачей, и в газете «Правда» на второй половине листа было сообщение, что вот был в СССР произведён запуск искусственного спутника Земли, космос, номер там такой-то, который совершил планирующий спуск в атмосфере. Тихо, скромно, да, обыватель даже это и не заметил. А с другой стороны, это был успех авиационной техники, науки, в государственном и в мировом масштабе мы совершили планирующий спуск в атмосфере. Когда мы по-настоящему влезли в работу над спиралью, возник новый взгляд на проектирование летательных аппаратов. Взгляд, требующий гармонического сочетания, подобно звукам в аккорде, всех компонентов и свойств самолёта. С тех пор, решая, принять или не принять ту или иную схему летательного аппарата, я без особых сомнений отдавал предпочтение той, которая вызывает во мне ощущение гармонии. Мы делали самолёт, а те же и установка двигателей, и навигационная система, и система захода на посадку и так далее, это же делали другие организации, которые были подчинены только по этой теме, а не вообще. Но он проявлял большую требовательность к ним тоже. Таких предприятий я не знаю, вот кто-то может сказать цифру, но не менее ста предприятий участвовало в предприятиях, если не больше. Но он имел волю и власть в том смысле, что это была государственная тема, которую надо было решать, и он мог потребовать от других предприятий тоже. Работать становилось всё сложнее. Порой возникали анекдотические ситуации. Необходимые дефицитные материалы для строительства самолёта приходилось выбивать через племянника отраслевого министра. Молодой человек трудился у Лазина Лазинского скромным инженером, а высокопоставленный дядюшка просил ни в коем случае не называть его имя. Годы работы над Эпосом были прекращены одним розчерком чиновничьего пера. Сыграли свою роль и межведомственные противоречия. Советский космос в числе прочих плотно опекало такое мощное ведомство, как Министерство обороны. Отношения с военными у Лазина Лазинского складывались не очень удачно. Немолодой конструктор не терпел командного тона высоких руководителей. К тому же, пока был жив Артём Микоян, многие вопросы руководитель знаменитого КБ решал через высокопоставленного родного брата Анастаса. Между тем, Министерство получило к тому времени важнейший заказ и крупные ассигнования под новую программу, разумеется, секретную. И в середине 70-х тема спирали оказалась вытесненной на второй план. По иронии судьбы, новый проект отчасти развивал идею спирали. Советские конструкторы снова планировали догнать Америку и создать собственный космический корабль многоразового использования. Да-да, тот самый, легендарный Буран. Точнее, система называлась «Энергия Буран». Ракету «Энергия» делало одноимённое научно-производственное объединение под руководством академика Валентина Глушко. Создание орбитального самолёта «Буран» отдали наподряд вновь созданному объединению «Молния». Его генеральному конструктору Глебу Евгеньевичу Лозину-Лозинскому было уже 67. От НПО требовалось одно – создать первый советский космический челнок – планер орбитального самолёта на языке специалистов. Субтитры создавал DimaTorzok